Обыскивать в любом месте, в любое время оцеплять район, вскрывать машины, квартиры Это короткое перечисление новых поправок в закон о полиции, которые уже приняты Госдумой в первом чтении Многие напуганы, отношение к полиции у граждан и без того традиционно настороженное Сотрудник ведомства в переписке с журналистом нашей редакции назвать себя отказался, уверен, ничего нового изменения не привносят Ну про жилище говорится в статье 15, про оцепление в 16, про оружие в статьях 23, 24 Просто так машины вскрывать все равно нельзя будет В поправках еще будут дописаны основания, в каких случаях можно будет все это делать Это и раньше было, у нас ничего от этого закона не изменится Я, когда работал в следствии, мы часто без судейского решения заходили на обыск в квартиры в случае нетерпящих отлагательств И раньше было можно, если дело не терпит, проникай в жилище без решения судьи, только потом поставь в известность и судью и прокурора Статья 156 Уголовно-процессуального кодекса Но если почти все нормы повторяются, зачем принимать поправки? Законодатели в пояснительной записке к проекту закона пишут, что это, цитата Исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер Но тогда вопрос, зачем менять в законе фразу При наличии данных на Если имеются основания полагать То есть фактов не надо Для полноценного обыска достаточно будет подозрений Во-первых, кажется, это все-таки добавляет неопределенности в законодательные нормы А не отнимает ее А во-вторых, как мы понимаем, многие относятся к обыску не как к возможности полицейских что-то у вас найти А скорее как к шансу что-то подбросить и уже потом завести на вас фабрикованное уголовное дело О том, что большинство, к сожалению, именно так воспринимает работу правоохранителей Сейчас говорят цифры Опрос Левада-центра прошлого года показывает Внимание! 66% россиян считают, что подбрасывание наркотиков полицейскими обычная практика Такое мнение укрепилось после резонансного дела московского журналиста Ивана Голунова Которому и подбросили наркотики В его защиту выходили на митинги Публично выступали знаменитости и правозащитники Что же думают последние, когда свободу обысков расширяют? Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин Он уверен, что злоупотреблениями полицейских должны заниматься представители силовых же структур А поправки, по его мнению, в целом унифицируют Приведут в порядок работу правоохранителей Но есть и минусы Ну такие фразы, как следует полагать, что что-то не так Следует расценивать обстановку, как угрозы нападения на полицейского и так далее Эксперты говорят о том, что нужно еще поразбираться Нужно еще поработать над этими формулировками Потому что в данном случае нужны очень четкие понятия Четкое понимание действий Профессиональный юрист и общественный деятель Людмила Жгун Тоже видит в поправках и плюсы, и минусы С одной стороны, определенного рода преступлений За год коронавирусного кризиса стало больше И увеличение полномочий поможет полицейским бороться с ними С другой стороны, опять, если говорить о том, что какие досмотры Какие у нас ограничения там вводятся и указываются То, конечно, здесь сомнения Будет ли у нас именно защищен гражданин в рамках данного закона В принципе, как я говорю, что поживем, посмотрим Но хотелось бы, чтобы не так серьезно вносились быстро изменения Время учесть мнения экспертов у законодателей еще есть Второе чтение впереди А мы напомним, если сотрудники полиции, как вы полагаете, нарушили ваши права Вы можете обратиться к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Например, в этом году 65 барнаульцев сообщили о нарушении их прав В ходе дознания и предварительного следствия Андрей Дреер, Николай Шилко, Дмитрий Денисов День с толком